Даже летом люберцы становятся местом притяжения для спортсменов. Во дворце спорта «Триумф» прошел рейтинговый турнир по длинным и коротким нардам. В соревнованиях принимали участие спортсмены из разных городов. За состязаниями игроков наблюдала Анастасия Кладинова. Цель соревнований – популяризация игры в нарды. Сразиться за победу в этот раз собрались 33 человека. В партии побеждает участник, набравший 5 очков. Турнир проходит по швейцарской системе. Спортсмен выбывает после трех поражений. Открылась серия рейтинговых турниров в Подмосковье, в Люберцах, в Люберецком округе. 56 лучших человек по итогам рейтингового подсчета зайдут в главный суперфинал турнира на 64 человека. Еще 8 мест будет свободно. Спортсмены вступили в борьбу, это начинающие игроки. Профессионалов, так скажем, сюда пока мы не допускаем. В этом зале собрались любители игры в нарды. Несмотря на внешнее спокойствие нардистов, для них это не просто увлечение, а настоящие спортивные соревнования. Инга приехала ради турнира из Хантамансийска. Настольная игра – семейная традиция. Приехала специально на турнир. Я хочу в первую жизнь почувствовать, каково это участвовать в соревнованиях, а не любительские дома, как в семейной армянской традиции. Играю я с 9 лет. Правда, последние 5 лет я не играла. Сегодня впервые села снова за стол. С сегодняшнего дня я хочу возобновить былую традицию. И я надеюсь, что я дальше пройду. И постоянно я буду приезжать сюда, несмотря на то, что в Хантамансийске, и буду участвовать в соревнованиях. Победителю и призёрам состязаний вручили грамоты, кубки и денежные призы. Теперь рейтинговые турниры по длинным и коротким нардам в Люберцах будут проходить регулярно. А в декабре этого года состоится финальное соревнование за звание абсолютного чемпиона городского округа. Анастасия Кладинова, Пётр Пономаренко, телеканал ЛРТ. Поехали Безалян Инга.